Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения! Вашему драгоценному вниманию тема Параллельные миры взаимодействия между близнецовыми пламенами. Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте дорогие мои любимые дети! В сегодняшнем послании я расскажу вам, как происходит взаимодействие между близнецовыми пламенами, находящимися в разных измерениях. К сожалению, чаще всего это происходит именно так в случае, если одна половинка души спускается в мир слишком низких вибраций, вторая подстраховывает ее, оставаясь в мире более высоких измерений. Это может быть как мужская, так и женская ее часть. И все же в этом случае они не теряют связь друг с другом. Как правило, та часть души, которая находится в более низких вибрациях и у которой стирается память о предыдущих ее воплощениях, может лишь смутно догадываться, что где-то существует ее истинная родная вторая половинка. Что же касается той половинки, которая остается в более высоких измерениях, то она прекрасно знает о том, что ее вторая ипостась покинула ее лишь на время, спустившись в другой мир, и она внимательно следит за тем, что происходит в жизни исследовательницы этого мира. И если она видит, что та свернула с пути, выбранного ею, перед воплощением, то всеми силами пытается подстраховать ее и подправить ее жизненный сценарий. Происходит это по-разному. Иногда она дает подсказки своей второй половинке во сне и старается сделать так, чтобы та запомнила свой сон и расшифровала его значение. А иногда привлекает на помощь высшие силы и ее ангелов-хранителей с тем, чтобы они подтасовали факты жизни, их подопечные таким образом, чтобы та смогла получить необходимый опыт, ради которого она и спустилась в трехмерный мир. Порой ей посылаются мощные энергетические импульсы, которые способны вызвать интуитивные прозрения и озарения. И тогда человек бессознательно совершает поступки, порой не вписывающиеся в рамки его обычного поведения, но которые приводят к резкому скачку в его духовном развитии. Так было всегда на протяжении всего периода существования человечества в трехмерном мире. Очень редко близнецовые пламена воплощались на одной и той же планете одновременно, встречались там и вместе выходили на служение. Но каждый раз после ухода с земного плана они неизменно соединялись, притягиваясь друг к другу, даже в том случае, если вибрации той частички, которая спускалась мир низких измерений, приходилось подтягивать к своей родной половинке искусственным путем. Вы можете спросить меня, как же могут они выдерживать разлуку, зачем нужны их страдания? Но дело в том, родные мои, что временные рамки для них имеют совершенно разные параметры. То, что для человека трехмерного мира составляет целую жизнь, для второй половинки находящихся в мирах выше четвертого измерения всего лишь мгновения, поскольку времени как такового там не существует. И если человек при схождении физическое тело, лишенной памяти о своей предыдущей жизни и о своем близнецовом пламени, живет заботами дуальной жизни, зачастую имея семью и детей, то его вторая половинка своим сознанием всегда находится рядом с ним. Поэтому расставание их бывает лишь физическим, но не духовным. Затем они могут поменяться местами и в низшие миры сходит уже другая половинка близнецового пламени, нарабатывая таким образом опыт проживания в мужском и женском телах. В результате такая душа постепенно поднимается все выше и выше в своем развитии, постигая жизнь в разных мирах, в разных измерениях и в разных ипостасях. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами. Вы прослушали тему взаимодействия между близнецовыми пламенами.